Итак, мы начинаем. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы собираемся в очередной раз на мероприятие, которое многим знакомо и близко, а кому так раз не знакомо. Называется оно Уральский молодежный энергетический форум. Надо тут же, наверное, добавить, что проходит он в специальном формате, которого мы стараемся придерживать и его развивать в формате организационно-деятельственной игры. Кто присутствует у нас сегодня? Как правило, мы проводим это, конечно, с тем, что формально можно называть кадровым резервом отрасли. Но кроме этого, мы приглашаем всегда разными способами, включаем в программу, в участие экспертов. Я позже расскажу, каким образом это будет выглядеть. Но сейчас у нас по плану, по регламенту, если вы откроете вот такую книжечку, есть программа, есть регламент нашего мероприятия. И здесь вы, если кто-то уже полистал, можете сориентироваться и понять, что мы будем делать, как мы организуем свою работу. Для этого существует установочный доклад. Вот сегодня какие-то вещи я скажу, что-то забуду, что-то не доскажу, достаточно понятно. А вот проблема понимания, она всегда существует. Как бы я ни распинался, и времени не хватит. В этом смысле я надеюсь на ваше активное участие. То есть прошу меня перебивать, чтобы я не ушел куда-то дальше, когда у вас есть вопрос к предыдущему куску, к предыдущей теме или к вопросу говорения. Поднимать руку, культурно, конечно, перебивать. И задавать вопрос, чтобы уточнить, что там я имел в виду. Потому что мне понятно, а кому-то непонятно. А я же этого не понимаю, опять же. Поэтому первое, что бы я предложил в качестве нашей теперешней работы, она у нас продлится час, да, примерно. Кто читал программу? Алексей Ильич, а вы бы представились? О, спасибо. Уже дают подсказки. Итак, начнем. Стандарт. Кто мы такие? Я руководитель этого проекта. Зовут меня Соколов Алексей Евгеньевич. Даже так, это рано. Это рано за это. Да. Я бы хотел рассказать немножко о тех, кто это мероприятие организует. Есть такая группа людей, которые себя называют еще сообществом, клубным образованием и так далее. И под названием навигация. Вот решили так себя назвать. Один из наших коллег, который сидит сейчас с нами, участвует в нашем сегодняшнем событии, только сидит в Москве и слушает нас по интернету. Александр Игоревич Вилесов. Слышно ли нас? Хорошо. Можно в чате обозначать. Навигация. Навигация как некий способ, искусство, метод определения, прокладывания своего курса. Нам понравилась эта идея, какая-то емкая, этого названия. И вот поэтому мы применяем его как одно из типовых названий, что ли, нашего вот этого проекта. Вот кто мы такие? Здесь есть команда, которую мы называем игротехниками. И, наверное, стоит их тоже представить вам. В любом случае, я бы представил сейчас, во-первых, Ольгу Кощееву. Вы с ней уже познакомились. А вот вопросы, которые у вас будут возникать, они могут обращаться ко мне. Но еще есть два человека, которые могут ответить лучше, чем я. Иногда я просто совсем не знаю. Только они, только они знают ответы на вопросы, которые у вас будут возникать. И Андрей Лекомцев. Вот, собственно, они делают основную часть работы, организационную сделали. Поэтому они понимают, где чего лежит, где куда идти. Я у них тоже спрашиваю. Раз уж Алексей Евгеньевич заговорил по поводу того, что тут можно у кого-то что-то спросить, посоветую вам открыть парзат книжечки. И тут прописан телефон, по которому можно звонить, чтобы найти Ольгу в любое время дня и ночи. А также территориально, где ее можно найти. Ольга, это она. А себя не обозначил, да? Звоните Ольге, она меня найдет. Вопросы есть к Ольге? Пока нет. Поимейте в виду. Можете задавать. Так. Команда игротехников, наверное, раз уж мы начали с этого, наверное, надо представить, кроме этого. А, давайте чуть позже. Там просто группы, мы будем говорить про группы, да? И расклад по группам мы тогда представим. Может быть, они прокомментируют и будут вопросы к ним. Немножко разобьем. То есть есть команда, которая здесь присутствует. Кроме этого, у нас с 2008 года мы пытаемся проводить эти игры таким образом, чтобы в них было более комфортно участвовать тем, кому сложно сюда приехать или каким-то образом еще затруднены их возможности участия. Так уж получилось, что эти участники носят название виртуальных участников. Мне кажется, это неправильное название. Они такие же реальные, как и мы. Такие же живые. Есть вопрос, Андрей, да? Реплика? Ну, я думаю, реплика. Маленько вставлюсь. Раз вы говорили про виртуал, могу сказать, что на сайте игры, там, где вы заполняли анкету, сейчас расположен блок со ссылками, по которым люди из других городов могут заходить и наблюдать за нами через веб-интерфейсы. И я вам, обращаюсь к вам с призывом, зовите всех друзей, знакомых, родственников, коллег через контакт, живые журналы, социальные сети, смс, телефон, чтобы они наблюдали за нами, чтобы они включались в процесс. Я думаю, что первый шаг наблюдения, а дальше будет больше. Мне кажется, это интересно. То есть может быть не только болельщикам, но и участникам. Да, я считаю так, потому что нужно же культуру развивать. Ничего за это не платя. Они не смогли подъехать, но при этом могут участвовать. Тем более так приятно наблюдать за своими знакомыми. Продолжаем. Спасибо, Андрей. Да, это очень уместное предложение. Давайте делать вот этот наш коллективный разум более глобальным, прирастая в том числе теми людьми, которые вы считаете, которым это интересно и которые могут быть тоже включены в наш проект. Кроме этого, у нас есть партнеры, я бы сказал так, партнеры и соавторы этого проекта, которые мы делаем вот этот проект уже совместно, развивая вот это вот, ну я называю это, раз уж на то пошло, виртуальное крыло этого мероприятия, этого форума или игры. И оно развивается, мы ищем способы развития, форму развития этого, вот этой части, этого проекта. Я очень рад видеть сегодня наших партнеров из Эстонии. Когда-то мы обрели их в сети, нашли друг друга, как братьев по разуму. И это партнерство, мне кажется, интересно и оно развивается. Во всяком случае, лидеры этого сообщества из Эстонии находятся сейчас с нами вместе. Это уважаемый мной Вал Дарутас и Юрий Гинтер. Вот им я просил бы поаплодировать. Я очень рад, что они на сколько часов раньше, чем мы, на 4, на 4 часа раньше со сдвигом, вот они сегодня и проснулись с тем, чтобы поучаствовать в нашем мероприятии. Это непросто. Когда мы дойдем своим охватом до Америки, им будет еще хуже. Потому что когда у нас день в Америке ночь. Тем не менее, вот у нас есть группа, которая сложилась уже и которая работает вместе с нами. И мы в дальнейшем будем с ними строить единое некое движение мысли, которое мы здесь и там организуем, и здесь и в этом сетевом виртуальном пространстве, чтобы участники, простые люди могли заходить через сеть и включиться, чтобы было тоже тут комфортно и интересно и продуктивно для себя. Обозначил. Следующий такт. Истоки. А вот что это такое организационно-деятельственная игра для тех, кто не был? Я хотел бы выяснить, кто из присутствующих здесь ни разу не был на такого рода мероприятиях? Можно поднять руки? Много. То есть надо или не надо объяснять? Вроде бы надо, получается, объяснять. Так. А кто был? Отлично. Так, пожалуйста, кто из вас хочет объяснить, что такое объясненная игра? А можно микрофон пустить? Несколько реплик, может быть, есть? Таких реплик, обозначающих свое представление. Кто хочет высказаться? Смотрите. Человек 15 или 20 обозначил. Сейчас они вам все объяснят. Журусин Михаил. Скажу коротко. Организационно-деятельностная игра – это форма организации коллективного мышления и деятельности для решения сложных задач, для которых требуется организация работы людей из разных специальностей, отраслей, наук, таким образом, чтобы они могли работать вместе и эффективно решать сложные задачи. Спасибо. Сразу видно, академическое образование. Коротко, ясно, сформулировано. Все все поняли? Ну, я еще можно с фразой вставлюсь маленькой? Вот, на самом деле, есть много людей, которые уже про ОДИ сказали, и вот, если вы читали под фотографиями подписи, мне кажется, там как раз суждение относительно того, что такое ОДИ, что это для каждого. И я вот зачитаю еще реплику. ОДИ – это праздник ума или мозга, интеллектуальное пиршество, растянутое на 9 дней. Вот это слова. Так, это совсем другая формулировка, но она тоже уместна. Конечно. А есть отличные мнения, представления? Что-то тут недосказано, кто-то может сказать еще? Я так понял, что товарищи затрудняются. То есть они были, некоторые не по разу, но затрудняются сказать, что это такое. Поэтому приехали еще раз, чтобы разобраться. Чтобы разобраться. Говорить о том, что такое ОДИ, наверное, на самом деле очень сложно. Есть определения, они уместны, они важны. Я не знаю, кто-то слухает, ословил, что говорил Михаил. Возможно, у вас появятся свои определения. Я думаю, представления у каждого, конечно, появятся. Но ведь надо уже начинать, а представления появятся только неизвестно когда. Вот как с этим быть? Отчасти эти задачи решает установочный доклад, но только отчасти. Причем, смотрите, в этом смысле мы можем сказать, что мы общество с ограниченной ответственностью. Понимать это не наша проблема, это ваша проблема. Поэтому вам что-то непонятно? Задавайте вопросы. Вопросы есть? Вопросов нет. Тем не менее, одним из признаков вот этих вот мероприятий является формат, который можем назвать еще КМД сокращенно. Коллективная мыследеятельность. Я бы установился пока на слове коллективная. Это наша совместная работа. Это не монолог вот здесь сидящего человека. Поэтому если вы не будете говорить, буду говорить один я, вы уснете от меня минут через 30. А может и раньше. Я говорю не ярко, не танцую тут перед вами, зомбирую вполне, наверное. Поэтому надо коллективно работать. Что из этого следует? Из этого следует, что, на мой взгляд, это требует коллектив, активного участия каждого. Даже если человек молчит, он при этом что-то делает. Он думает, он понимает, он размышляет, он слышит, что говорят, он не слушает, что говорят, он занят своим. Чтобы обозначить эту коллективность, надо нам войти в режим диалога, работать в диалоге. Слышать друг друга, слушать друг друга, понимать друг друга и совместно решать задачи. Вот эту задачу, установочный доклад, я думаю, что я один не могу решить достаточно полно. Потому что я так и не знаю. Вот то, что сказали мои коллеги, Михаил и Андрей по поводу игры. Это понято? Как это понято? А вот может кто-то из тех, кто поднимал руку первый раз, сейчас уже сказать, что он что-то понял? Версия, пожалуйста. Нет, только, пожалуйста, вот еще один момент. Пожалуйста, давайте условимся говорить в микрофон, раз, и представляться, два. Меня зовут Ирина. В принципе, все, что было обозначено здесь, мне понятно абсолютно. Я так понимаю, что это, ну, в общем-то, вы меня и приглашали на эту игру, если вы помните, да? То есть мозговой штурм, в общем, вот, я так это и воспринимаю. Спасибо. Есть иллюзия понимания, это хорошо. Ну, на самом деле, это не мозговой штурм, если это что-то разбираться. Но, короче говоря, я понял сигнал такой, там, короче, склифосовский, можно двигаться дальше. Не надо зацикливаться, что такое игра, разберемся по ходу. Все достаточно сказано. Так, хорошо, движемся дальше. Мне представляется очень важным сказать об истоках. Вот почему мы занимаемся этим проектом, почему мы вдруг придумали вот такие организационно-деятельственные игры, и почему-то этим занимаемся, зачем-то. Их придумали не мы. Вообще, в российской интеллектуальной традиции у нас была, на мой взгляд, в истории нашей богатая философская традиция, и она породила интеллектуальная традиция. Вообще, Россия – это интеллектуальное общество, я бы сказал, высокоинтеллектуальное общество. От одного историка недавно я услышал такую фразу, которая, в общем-то, и так понятно вроде бы, он говорит банальные вещи, он говорит, но и важные одновременно. Он говорит, что Россия, скажем, в 19 веке подарила всему миру уникальные вещи, которые вот только мы сделали вот такое, русскую литературу. Ее сейчас весь мир читает, она классическая. Она считается классической, потому что эти образы, которые написаны когда-то Достоевским, скажем, Гоголем, Пушкиным, позже Чехов, например, можно встретить сейчас. То есть они настолько реалистично выписаны. Это не история больших людей, Петр Первый сделал то-то, 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 а история любого человека, самого маленького человека, была описана. В этом смысле мышление русское, оно было обращено всегда на очень глубокие, мне кажется, и важные проблемы жизни общества, жизни страны. Философы занимались в том числе разработками не только проблем российских, но и вообще мировых. В 20 веке он в этом отношении тоже был, на мой взгляд, скажем, плодотворен в вкладе российской мысли в мировую сокровищницу мысли. А то, что здесь мне хотелось бы отметить, это то, что в мире появилась СМД-методология. Если расшифровывать, это называется система мыследеятельственной методологии. Что это, если говорить, конечно, коротко, не больше, не меньше, как некий новый, новая картина мира или новый мировоззренческий подход. Если мы говорим, например, что известные нам такие-то картины мира, мифологическая картина мира, там, религиозная картина мира, научная картина мира или, естественно, научная, то в Советском Союзе была создана попытка сделать более эффективную картину мира, которая бы снимала те недостатки, которые несут предшествующие подходы, предшествующие, как бы, мировоззрения. Скажем, естественно, научная картина мира и система мыследеятельности подход, они находятся в какой-то части друг к другу в оппозиции. Ну, если говорить коротко, я бы исходил и вот из чего. Одно из утверждений вот этого подхода в том, что мы живем в придуманном мире. И реально надо понять, что реальность такова, что мы живем в придуманном мире. И мы не можем даже жить в никаком другом мире. Вот, я не знаю, вы понимаете это или верите в это, что мы живем в придуманном мире? Не в мире иллюзий. Да? Что вот эта штука кем-то придумана, в которой я говорю. И все остальное придумано. Все, что на мне, все придумано. А потом сделано. По-другому говоря, мир, видимый нами мир, это есть мир нашего мышления и нашей деятельности. Или, если коротко можно одним словом назвать, мир мыследеятельности. И другого мира вообще не существует для нас. Нет, мир это не звезды. Вне нас какие-то планеты, галактики. Это все, что мы видим, мы мыслим. Все, что мы помыслили, для нас реально существует. Все, что мы делаем, для нас реально существует. А не по-другому. Может быть, тут пока не видна интрига, но, тем не менее, я, собственно, не хочу ее задавать. Я хочу просто обозначить, что мы стараемся держаться вот этих, ну, я бы сказал, мировых, передовых, мировоззренческих позиций. Насколько нам это, конечно, удается. Как это появилось? В 54-м году молодые российские советские философы, выпускники МГУ, среди которых был Георгий Петрович Чедровицкий, Мирапа Мордашвили, Мирап Константинович, Борис Грушин и Александр Зиновьев. И не только они, конечно. Вот создали такой кружок сначала, назвали его «Московский логический кружок», поскольку были озадачены идеи создания новой логики. А потом этот кружок преобразовался в «Московский методологический кружок», и он успешно развивался. Не могу сейчас говорить. Этот кружок и эти люди, во всяком случае, человек, который придал жизнь и развитие этому образованию, масштабному, историческому, Георгий Петрович Чедровицкий, сказал, что мы дерзнули создать теорию мышления, поскольку в мировой науке и философии такой теории пока не существовало. Вот мы и подарим миру в 20-м веке теорию мышления. И серьезно этим делом занимались. Походу еще и создать теорию деятельности. Но вот эти представления, которые они стали нарабатывать, привели их к тому, что не может быть теории мышления. А если говорить о мышлении, как-то его описывать и понимать, что это такое, и понимать, как им пользоваться, скажем так, то, скорее всего, это называть надо словом методология. Методология мышления. Или методология мышления и деятельности. Вот эти основы были проработаны в течение практически 40 лет работы этого московского методологического кружка. И были разные фазы в истории этого движения, я бы сказал, интеллектуального движения, которое постепенно охватило всю страну в прошлом веке. И в 79-м году Георгий Петрович придумал проект, который потом стал целым отдельным явлением, отделившись, можно сказать, даже от СМД движения, от СМД методологии. Организационно-деятельственная игра. Вот примерно в такой формулировке, как это сказал Михаил Журухин, примерно так это озвучилось и Георгием Петровичем. Мне кажется, он его даже цитировал. На самом деле, после этого, а да, и первая органическая игра была проведена, как это ни удивительно, у нас здесь на Урале. И не только первая, ряд первых игр был проведен на Урале. В том числе, первая игра была, это с институтом технической эстетики, а ряд игр был посвящен энергетике, больше того, атомной энергетике. И эти игры проводились на Белоярской атомной станции. Вот у нас сидит здесь Арнольд Георгиевич Шастин. И, Арнольд Георгиевич, добрый день, рад вас видеть. Арнольд Георгиевич, вы не были ли, я не знаю, честно говоря, участником вот тех событий? Да? А можно тогда какая-то реплика хотя бы, вот представление, что это было для вас, как по впечатлению? Это был достаточно сложный период на Белоярской атомной электростанции, когда первые блоки, это, я должен несколько слов сказать про первые блоки, это уникальные, в общем-то, были блоки с ядерным перегревом пара. До сих пор таких блоков в мире не существует. Но они, правда, недолго проработали, потому что, мне кажется, они опередили себя просто появлением. Вот. И нам нужно было решать проблему, что же делать вот с этими блоками. И вот тогда Георгий Петрович проводил эту игру. И чтобы мы выдали предложение, вот именно, что делать. И либо закрывать, либо продолжать эксплуатировать и модернизировать. Ну и вот разбилась наша тоже группа. То есть, вернее, мы занимались, освободили нас от работы на неделю. И в гостинице на берегу Белоярского водохранилища мы играли. И разбились как раз на две. Даже у нас возникали очень сильные такие большие споры, дискуссии. Он умело этим руководил. Значит, одни закрыть, и все. И это вот почему, потому. И кому это выгодно, значит, и кто будет поддерживать, и что от этого мы будем иметь. Значит, и другая группа, меньшая, в которой я, собственно, участвовал, это что надо их модернизировать и продолжать эксплуатировать уже на новом уровне. Ну, в результате, видимо, тогда большинство все-таки перевесило, и блоки, к сожалению, закрыли. И вот такая была игра. И главное, вот его умение было разбудить в каждом участнике вот эту активность. И мы это приняли, вот именно, что это нам обязательно нужно решить и сделать вот за эти дни, которые мы собрались. Поэтому мы не только днем, но и, собственно, круглые сутки. Вот что-то у нас здесь работало. Ну, и я вспоминаю это до сих пор очень с большим теплом от себя, сердце. И много это дало вот нам, всем участникам. Именно в последующем. Это первое. Второе, ну, он прямо так и сказал, значит, что мы тут в том числе и выявляем, значит, как бы кандидатов на продвижение. Ну вот, поэтому. И так уж случилось. Вот мы были оппонентами друг с другом. И как раз этой первой группой стал лидером Олег Макарович Сараев, который закрывает он. Он тогда еще не был директором станции? Не был он еще директором. А в последующем он стал президентом концерна «Росэнергоатом». Ну, сейчас в должности заместителя генерального директора там. Ну, вот и... Спасибо, Олег Макарович. Вот это было. Да, ну, и наша группа, которая была там, у нас пошли мы по другому нескольким направлениям. Мы по обеспечению безопасности работы атомных станций двинулись. И это тоже толкнуло, пожалуй, вот эта игра на это. Спасибо. И так вот, смотрите, сложные проблемы можно решать с помощью игры. Вот такая фраза отсюда следует. И с этого начал, собственно, Михаил Журухин. Что такое проблема? Вот в моем понимании, как я понимал Георгия Петровича, он говорит, это, ну, грубо говоря, это вопрос, на который ни у кого нет ответа. Вообще ни в одном учебнике не найдешь. Вообще неизвестно. И что тогда делать? А тогда надо проводить оргдеятельственную игру. Надо проводить мероприятие, которое позволяет с этой проблемой работать как-то. К своей досаде и своему. Тут думал, можно сказать. Я не знал, что такие вещи происходят, как оргдеятельственные игры, до 89-го года. В 89-м году я впервые попал на игру, которую Георгий Петрович проводил в Армении. Это была его 72-я игра. То есть за 10 лет он проводил порядка 7-8 игр в год. Десятидневных, напряженнейших. Вот я не испытывал до этого ничего подобного. Был, можно сказать, удивлен и потрясен, что оказывается так возможно. Вот в таком режиме работать. Но что это? Вот одна из моих картинок, первых, которая появилась как раз в этом 89-м году. Георгий Петрович тогда рассказывал байку, как я потом узнал, это любимая байка Будды Шакьямуни, когда несколько слепцов, шестерых, то ли там слепцов подводят к слону и предлагает им понять, что это такое. Один потрогал там хвост и говорит, слон это веревка. Другой потрогал ногу и говорит, слон это колонна. Третий потрогал там бивень и говорит, слон это камень. Четвертый там потрогал хобот и говорит, ну, слон это лиана. Пятый потрогал живот и там тоже что-то сказал. Вот. Ну, короче говоря, он начинает расходиться во мнениях о том, что такое. Каждый же из своего опыта исходит. И это очень значимая байка, на мой взгляд, Георгий Петрович, потому что он этим самым иллюстрировал дефицентность предметного подхода, можно сказать, научного подхода в каком-то смысле. Он часто говорил еще, мир растащен по профессиям. Мы в своей предметной области знаем все про мир. Мы химики, нам не надо физиков. Мы как химики все трактуем сами. Мы все знаем. И иногда это иллюзия, которую мы сами на себе не замечаем. В этом плане можно говорить о том, что предмет, который обсуждается, в котором есть проблема, его можно рассматривать с разных позиций. с позиции, я не знаю, физика, с позиции какая-то проекция, химика, скажем, с позиции эколога. И это будут разные разные картинки, скажем, с позиции экономиста. И это будут разные говорения, как бы про одно и то же. Вот на мой взгляд, вот эта схема, когда я ее только увидел, что я понял, что мы на самом деле имеем представление, ограниченные обо всем. А как решить проблему, которая существует в реальности, в реальности нашей деятельности? И она все эти стороны в себе содержит? Получается, что только сообща или по-другому, только системно, только как-то системно ухватывает, то есть с разных сторон. В этом смысле, говорил Петрович, Георгий Петрович, надо строить так называемое соборное знание об объекте, о проблеме. Какое-то системное знание, собирать его заново. А как это можно делать? А это можно делать, работая коллективно. При этом не толкаясь локтями, а пытаясь понять друг друга, почему другой эксперт, специалист считает, что он тоже умный, но говорит совершенно не то, что надо говорить. Я же знаю, как мир устроен, но он говорит, почему это по-другому. Ну, понятно, дурак. Что с дурака возьмешь? Можно потерпеть, но лучше выгнать, чтобы не мешало работать. Часто приходит к этому, но преодолеть вот это вот непонимание довольно сложно бывает. А вот нам на игре сегодня предстоит это сделать, делать это, научиться это делать, научиться работать так, как сегодня, к сожалению, еще в культуре, в нашей коммуникативной культуре, в деловой культуре, сегодня еще пока не принято. Не только у нас, вообще, я бы сказал, нигде не принято. Хотя какие-то ростки к этому есть, но вот такие вопросы даже, вопросы на понимание, у нас не было пока еще ни одного. Поэтому рано говорить. Такой простой протокол понимания, а потом суждения. А не так, выслушал, потом суждения выскажу, потом обольем друг друга соком, каким-нибудь, в лучшем случае. Ну и на этом разговор закончится. А понимание, оно же у меня уже заранее есть. Зачем заботиться о понимании? Оно сразу приходит. Вот. Этот сюжет немножко нам говорит о том, в том числе, и как будет устроена наша игра. Она будет строиться таким же образом, чтобы мы сообща могли коллективно, попытались коллективно увидеть, что, скажем, происходит в энергетике сегодня. Что нужно делать с энергетикой сегодня и завтра. Кто это будет делать? На самом деле, эти вопросы и простые одновременно. Многие из вас представляют, что такое энергетика. Но и одновременно сложные. Это от нас еще и зависит, насколько мы поднимем планку сложности нашего разговора, говорения и мышления об энергетике. Итак, опираясь на эту традицию, мы пытаемся организовывать мероприятия разные. Вот наша сообщественная навигация, разные мероприятия, которые позволяют нам создать вот такую мыслящую машину из обеих себя. И что-то при этом у нас получается. Скажем, в прошлом году мы обсуждали концепцию развития новой энергетики. И вот те, кто участвовал в прошлом году, часть из них я видел, вот они издали такую книгу. Они, вернее, вот как раз Андрей Лекомцев собрал не всех, а тех, кому это надо. Вот они сами решили для себя и сделали это. И здесь описаны тексты, основные концептуальные тексты, содержательные, рефлексивные, так называемые тексты, аналитические о том, что это было в прошлом году, когда это событие мы называли ОДИ-8. Кроме этого, мои коллеги принесли мне еще, чтобы вас подзадорить. Вот 2004 год, Гойл Ро-2 игра называлась. Это 2006 год. То есть один из результатов нашей работы это какое-то оформление того, что мы здесь обсуждаем. Что будет в этот раз. Я не знаю, будете вы это делать или не будете. Что вы вообще будете делать. Очень важно понять, что вы тут собираетесь делать. Зачем вы сюда приехали. Что такое проект и почему мы его называем часто навигацией, Уральский молодежный энергетический форум. Это, во-первых, это кадровый проект. Это проект, который мы называем работы с кадровым резервом отрасли. Ну, собственно, мы это говорили сами про себя, понимая, что вот здесь сидит будущее поколение энергетиков и от них зависит там многое завтра. Эти слова могут быть обесцены легко и быстро любым из вас. Ничего от нас не зависит сейчас, ничего от нас не будет зависеть завтра, не вешайте нам лапшу на уши. И эта позиция, на самом деле, если кто-то из вас выскажет, это будет честная, правдивая позиция, потому что человек реально бьется головой об бетонную стену и знает, что стена твердая, непрошибаемая. И что-то сделать, не знаю, продвинуться по карьерной лестнице, продвинуть свой проект, просто слово сказать, мнение высказать, бывает довольно сложно. Ну, а кому-то нет, я не знаю, опять же, вы же молчите. Актуальна ли для вас проблема или тема кадрового роста, кадрового развития? То есть вашего профессионального развития? Снимаем задачу. Не актуально. Я правильно вас понял? Поднимите руки, кто считает, что его интересует эта тема. Спасибо. Спасибо. Да, вот такая активность, такая активность, это нормально. Я начал вас понимать. Я до этого вас понял неправильно. Потому что сам неправильно поставил вопрос. Но Геннадий Владимирович мне подсказал, что можно же вот просто простым приемом воспользоваться. Подними руки, да и все. И оказывается, мое мнение перевернулось на 180 градусов. Оказывается, наоборот, всех интересует. Хорошо. Этим мы будем заниматься. Я бы вам сказал, в прошлом году мы не просто говорили, что мы сами для себя, считая сами себя кадровым резервом, мы сами себя выращиваем. И если даже это никому не нужно, это нужно нам. Это все правильно ведь. Нормальные же слова. Почему бы нам не считать себя независимыми и способными самостоятельно расти, несмотря на внешние какие-то там обстоятельства. Но кроме этого, есть же реальный мир. В нем уже надо как-то прописываться. В прошлом году мы проводим такой как бы конкурс. Вот кто здесь проявил себя наиболее ярко, эффективно. И сформировали такой для себя, вот для игры, кадровый резерв энергетики. Опубликовали его по результатам вместе с пресс-релизом на сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области, где я до сих пор работаю. И понятно, что кто-то этот список прочитал, кто-то не читал. Ну, вроде бы и все. На самом деле не все, конечно же. Потому что тут есть разные выходы, самые различные выходы. Во-первых, с нами присутствуют и нашими партнерами, можно сказать, может быть, даже заказчиками выступают энергокомпании и их представители, и представители кадровых служб часто приезжают сюда на эти мероприятия и активно участвуют. Скажите, пожалуйста, а здесь есть кто-нибудь из представителей кадровых служб компании? А можно представиться? Микрофон. Добрый день. Свердловский филиал ТГК-9. Меня зовут Юлия. Отдел кадров. Спасибо. А еще есть? Петухова Ольга, замдиректора по персоналу модуль компании. Спасибо. Анна Радостева, Екатеринбургская электросетевая компания. Спасибо, Анна. Анна Паршукова, Екатеринбургская энергостроительная компания, замдиректора по персоналу. Спасибо. Оказывается, много приехавших за головами охотников за вами будут охотиться. Это вот одна сторона дела, совершенно уже практическое применение имеющее. вторая. Я вчера, честно говоря, уже почти ночью на работе увидел бумаги, часть из них распечатал, но чтобы не быть голословным, есть такой проект, он называется «Государственный план подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации рекомендований». Да, дальше через запятую идет «рекомендованный». Это вот список кандидатов. Вот такой проект есть. И есть список кандидатов на обучение в 2012-2013 году, то есть тот, который идет, рекомендованных конкурсной комиссией сформированной комиссией правительства Свердловской области по организации подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации. Называют это часто президентская программа. Мы о ней говорили ровно год назад. Вот этот список, его, наверное, можно даже вывесить, чтобы понятно, какие люди с чем, с каких организаций, попадают вот в эту самую программу. Большая-большая программа, и в ней есть два участника ОДИ-8. Надо их, наверное, маркером обвести, чтобы вот сюда можно попасть, например, с зарубежной стажировкой и здесь с хорошим достаточно, насколько я понял, обучением. вообще здесь-то кто-то из них есть, из участников? Вот, у нас есть Амина Нигматулина. Амин, а можешь что-то сказать? Вообще, ты уже в этом деле варишься. Попасть туда было сложно, и сейчас это что из себя представляет, первые впечатления? Каждый претендент представлял проект, который важен для развития своей компании и для Свердловской области, то есть проект рассматривался с двух критериев. То есть заявка – это проект, да? Заявка на проект. Заявка на проект, да, который представляет важность для компании в первую очередь, то есть берется тематика актуальная на сегодняшний день и какие-то предложения по рассмотрению. Это все защищается перед конкурсной комиссией, в которую входят представители правительства, вузов и промышленных компаний. Значит, это по поводу своего поступления, но в принципе, я так понимаю, там конкурс достаточно такой значительный и в принципе интересно было представлять свой проект. Я представляла проект бизнес-план развития системы теплоснабжения и поиск источников финансирования программы модернизации системы теплоснабжения. Значит, и по поводу того, что из себя представляет программа как таковая ведущие специалисты, ведущие профессора университета начитывают в таком достаточно быстром темпе дисциплины, которые очень важны. Вот у меня специальность финансовый менеджмент, то есть там экономика предприятия, менеджмент, все это чередуется естественно с практическими занятиями и далее в конце предполагается защита проекта уже, ну как бы мы представляли его так скажем какое-то в кратких очертаниях обозначение проекта, а дальше будет защита уже расчетов и так далее, то есть уже реализация этого проекта и после этого возможно зарубежная стажировка при прохождении положительных экзаменов и защите проекта здесь. Спасибо. Так, вот есть такая реальность, что Андрей, Алексей Ильич, у нас время подходит по регламенту. Две минуты, да? Ух ты, вот как он быстро пролетел. Тогда через две минуты посовещаемся, что делать дальше. Хорошо? Я хочу закончить эту тему тем, что вот есть приказ о распределении квот по субъектам и поступило ко мне задание буквально вчера вечером дать предложение до 20 ноября, а это значит вот я приеду выйду на работу какого там у нас 19-го, два дня на размышления, на самом деле это даже нереально, для того, чтобы подать предложение, кого можно рекомендовать вот в следующий набор. Вот такая задачка. И я предлагаю вам задуматься, если вам это не безинтересно и в течение этих дней определиться, а кроме этого проделать какую-то бумажную работу, не просто так, чтобы туда попасть. Вот это самый кадровый аспект. Теперь я думал, что у меня времени много и сейчас я вам расскажу о предметном замысле ОДИ-9. Как мы с вами поступим? Пойдем на обед? Нет, я предлагаю, надо поговорить по построению игры, по группам, то есть как мы будем работать. То есть запас еще есть. Так, тем не менее, несколько моментов, на мой взгляд, которые бы касались предметного замысла, тоже нужны. Я тогда сейчас включусь. Кроме этого, поскольку здесь есть еще и Юрий Гинтер, я не вижу, к сожалению, видимо, сеть плохая у Валда Рутаса. Мне хотелось бы, чтобы еще они свое видение этого события как-то презентовали. Я свое видение скажу, здесь достаточно сжато, но дело в том, что сейчас Андрей расскажет о том, как мы будем работать по группам, там будут игротехники, которые будут разворачивать уже в деталях программу, и вы там с ними будете обсуждать. У меня видение здесь достаточно простое. Если в прошлом году мы хотели построить концепцию распределенной энергетики и как-то подвинулись в этом направлении, то в этом году ситуация вот какая у нас. Реальная, актуальная ситуация, на мой взгляд. По всей стране каждый субъект, Свердловская область в том числе, должен разработать программу развития энергетики своей области, своего края, своей республики. Мы это сделали таким образом. Мы вот этой командой, которую мы называем навигацией, создали группу свою, организационно-методологическую, которая, пригласив еще определенное количество экспертов, приехало вот сюда же, вот только в марте. И мы в интенсивном режиме за трое суток собственно создали 142-страничный документ, который называется программа развития энергетики Свердловской области с 2013 по 2017 год и еще один кусок там название присутствует и на перспективу до 2023 года. Этот документ сейчас утвержден постановлением правительства Свердловской области. А следующий такт. Мы каждый год должны этот проект уточнять и дорабатывать. Так вот, задача наша состоит в том, чтобы понять, скажем, как говорят, что в этом супе не хватает, вот что в нем неправильно написано. Поскольку отчасти, я признаюсь честно, конечно, это был такой пазл. Мы брали планы компаний, мы их склеивали. Мы понимаем, что что-то уже проектируется, что-то уже строится. Но как мы можем исключить из программы Белиярскую АЭС, четвертый блок? Вводится в 2014 году. Ну как его исключить? Мы его вписали. Есть планы, которые еще в проекте, есть, которые еще только в предпроектных стадиях. Тем не менее, они в намерениях компании есть. Вот мы это все склеили. И теперь, а хорошо ли это, что получилось? Нам это, конечно, утвердили. Кто будет спорить с тем, что вот это и есть та реальность, в которой мы живем? А вот разобраться на предмет, как ее надо менять, что здесь неправильно, что чего здесь не хватает, что здесь не надо делать? Это вот и есть, на мой взгляд, задача или проблема сегодняшнего дня, в том числе и нас с вами. Мы предлагаем разыграть такую идею. Развитие само по себе, оно не происходит. Чтобы произошло развитие, что такое развитие вообще? Это отдельный разговор. Чтобы оно произошло и случилось, надо, чтобы на него решились те, кто принимает решение. А для этого нужны серьезные основания. Мы там, наверное, сегодня уже и завтра будем обсуждать, какие это основания. Но одно из оснований, что двигает нас, подвигает расстаться с привычным положением вещей, это вопросы безопасности. Поэтому мы хотели бы в этом году посвятить эту игру с одной стороны проблематизации, экспертизе и анализу программы развития энергетики, наличного состояния энергетики, тенденции, которые складываются в этой энергетике, и каждый из вас в какой-то мере носитель этой информации. И через это выявить основания для необходимых изменений, для внесения необходимых изменений в ход событий. Вот я коротко, если говорить, вижу замысел нашей этой игры, этого шоформа вот в этом. С тем, чтобы после этого появилась какая-то может быть вот такая, может быть меньше. книжечка, в которой было бы написано, что мы считаем, надо делать. И еще один такой выход. Просто так, если мы напишем всякие свои благоглупости, нас никто за это не заругает, мы свободны. Но дальше, кто это будет читать? Кому это нужно, кроме нас? Кто эту книжечку читает? Несерьезно же, да? Энергетика, и мы тут что-то написали, испачкали бумагу. Есть еще одна проблема. А как это реализовать? Есть задумка. Задумка такая. В этом году мы запланировали, я подал такую заявку, провести совбез при губернаторе. Есть такие плановые мероприятия по теме энергобезопасности. И то, что мы сегодня здесь наработаем, у нас есть шанс, если, конечно, мы что-то серьезное наработаем, а не проведем тут время просто в прекрасных разговорах, то мы можем вынести это на совбез губернатору. Чтобы это вынести, еще один шаг есть для этого так. 19 ноября состоится конференция энергетиков всей Свердловской области. Там будет 350 человек, столько мест. Вот еще одна из задачек, на мой взгляд, из значимых последняя, это подготовить по нашим результатам работы доклады, которые озвучат на этой конференции. А там дальше есть генералы, профессура, достойные люди, которые могут сказать, вот это резонно, пожалуй, это мы им делегируем передать, скажем, например, Сергею Евгеньевичу Щеклеину, профессору, заведующую кафедрой атомной энергетики, атомных станций и водообновленных источников, что вот у нас есть соображения, хорошо бы их донести до губернатора, еще кому-то делегировать эти наши соображения, и может быть они дойдут, тогда принято будет решение, тогда это реально отразится на развитии энергетики. Но вот такой замысел, конечно, наглый где-то, где-то авантюрный, сами понимаете, я этого не скрываю, но с другой стороны, а у вас есть другие варианты влиять на развитие энергетики, если вы это хотите, если вы хотите вообще через это на самом деле влиять на развитие страны. Я пока не вижу, но мы сегодня можем это обсудить, начиная с сегодня. Вот вкратце наша задачка перевернуть мир, в котором мы живем. Он придуман не нами, давайте мы его перепридумаем и переделаем так, как надо, если мы увидим в этом какие-то несовершенства, видимые нами. У меня все. Опять же небольшую паузу, Андрей. Сейчас есть какие-то вопросы? А, я понял, что с этим сложно. Вопросы, наверное, есть, но сложно их задавать. Есть такая сложность. Я прошу вас настроиться на активную фазу, на активную такую позицию, что вопросы вы, это ваш рабочий инструмент, это ваша деятельность, ваша забота и ваша работа, движение по вашим целям. Имейте это в виду, готовьтесь. Я больше не буду просить вас задавать вопросы. Это ваши проблемы. Не будете двигаться, значит, останетесь здесь стояли. Будете двигаться с помощью каких-то средств, в том числе вопросов. У меня все. Пожалуйста, Андрей. Ну вот, спасибо, Алексей Ильич. В общем, помогать для того, чтобы можно было включиться в игру, построить какую-то концепцию. Мы вас всех распределили на 9 рабочих групп. У каждой группы есть свое название. Об этом вы можете прочитать на страничке номер 2 книжечки. Но я вам предлагаю перейти сразу на страничку номер 7. Она не подписана, но я вас уверяю, что она перестраничка номер 8, которая с номером. Вот там есть распределение участников по группам. Сейчас я вас познакомлю с игротехниками, с теми людьми, которые будут вас погружать в этот процесс, вместе с вами работать и идти все 9 дней. Нога в ногу. Группа номер 1. Энергобезопасность генерации. Игротехник Соколов Алексей Евгеньевич. Группа номер 2. Энергобезопасность и сетей. Игротехник Кузьмина Анна. Группа номер 3. Энергобезопасность и теплоснабжение. Игротехник Амина Нигматулина. Группа номер 4. Ресурсные аспекты энергобезопасности. Игротехник Игорь Радун. Группа номер 5. Экономические аспекты энергобезопасности. Игротехник Андрей Антаков. Еще не подъехал, но я думаю появится. Группа номер 6. Экологические аспекты энергобезопасности. Игротехник Лекомцев Андрей. Это я. Группа номер 7. Кадровые аспекты энергобезопасности. Игротехник Юлия Лекомцева. Группа номер 8. Организационные и информационные аспекты энергобезопасности. Игротехник Жрухин Михаил. Группа номер 9. Энергобезопасность потребления. Игротехник Лемих Александр. Я вот, наверное, сейчас прошу, есть ли игротехникам что-то сказать перед тем, как я сделал следующее сообщение. Ну, если будет долго, тогда я перейду к организационным вопросам. У нас, к сожалению, мы приносим свои извинения за не очень комфортные условия работы. Дождичек капает. Весна на дворе. Поэтому откроем страничку номер 8. Это касается группы номер 2. Вы из зимнего сада на втором этаже должны переехать на страничку номер 10. Первый этаж, вот внизу слева, вот между лечебными кабинетами. Я думаю, что вы найдете, там будет стоять влепчат, стулья, и вас там будет ждать Анна. Через час. Да, через час после обеда мы собираемся в рабочих группах, где будет происходить дальнейшая работа. И что еще хотелось бы сказать. На форзаце, на первом, где вы читали информацию о том, где можно найти Ольгу и как, есть также второй телефон нашего технического специалиста Михаила Старикова. Миша, поднимись, пожалуйста. Этот человек будет заниматься техническим обеспечением игры по всем вопросам к нему. Пожалуйста, телефон его тоже здесь есть. Ну, вот это, наверное, все из организационных. А, нет, что еще? Лемех, Заруфин. Всех вопросов. Итак, коллеги, мы должны сейчас перейти на обед, и через час, даже через 50 минут, встретиться уже в группах, вы знаете, где кто. В этих пространствах, которые здесь тоже описаны, с поправками, которые сказал Андрей. Если возникают какие-то вопросы по этим вопросам, то подходите, я думаю, либо к Андрею, опять же, либо к Ольге, либо ко мне. Коллеги, и еще, знаете, извините, у меня есть маленькое сообщение. Я вас прошу, вас ровно 3,5 минуты. Как-то Алексей Евгеньевич, вот он ко мне часто обращается со ссылкой, и теперь я обращусь со ссылкой к нему, сказал, что хороший руководитель должен уметь играть на гитаре. Почему? Потому что музыка создает настроение, любое. И я считаю, что хотелось бы эту юбилейную игру, она у нас же в девятый раз проводится, но 10 лет нашему сообществу, хотелось бы начать с хорошей ноты. Давайте 3 минутки, понаслаждаемся. Ноту в студию. Миша? Энергия, безопасность, такое слово, Его нет в словарях, ни в кого. Лишь я сегодня ночью спал такого, пытался объяснить себе его. Скакали куклы на листке бумаги, В глазах плясали парки на кресты, И дружно ржарить вражеские флаги. С недостижимой эко-высоты Моргает лампочка, тревога нарастает, Ведь помню трубы, что как мир старый, А где-то в Арктике печаль айсберг тает, Под взглядом солнца из-за зоновой дыры. Мороз на окнах, в полула узора, Зашифровал таинственный ответ. Мне не хватило жизни кругозора, Итог работы очевидный бред. Но верю я, что будет завтра светлым, Настанет время умных подарей, И человек со всех сторон согретый И плее станет, и чуть-чуть добрее. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КРУГ УЧАСТНИКА ВЕСЬ В ИНТЕРНЕТЕ. Я хотел бы обратиться с коллегами, Которые сейчас нас видят и слышат, Не знаю, насколько хорошо видят И насколько хорошо слышат, И есть ли у них чего сказать. Во всяком случае, вижу, Здесь есть Юрий Гинтер, Постоянно был и все, наверное, слышал. Юрий, есть ли у вас что-то сказать нам По поводу начавшегося нового события. И Алексей Богнер у нас сейчас в студии. Кто-то еще, не знаю кто. Не будет? Дайте знать просто, Есть ли какие-то сложности с говорением Или просто нечего сказать пока. Еще бывает так, Что человек сидит, Кажется, я его вижу, А на самом деле это как раз и есть виртуально. Вообще-то он ушел, А там видно, что он якобы среди нас. Вот возможно, это и такой случай. Нет, тут еще кто-то добавился. Павел Козлов. Нету пока. Но коллеги, тогда мы вас ждем вечером, На вечернем нашем совещании. И в группах будет возможность Общаться с нашими тоже интернет-партнерами, Виртуальными участниками. И я прошу группы об этом не забывать, В том числе привлекать таких участников Через технические средства, Которые у нас имеются. Всем спасибо.